В начале 2015 года было зарегистрировано органами юстиции юридическое лицо под названием Объединение сособственников многоквартирного дома в отношении Дома Руссова называлось Реставратор 21. Это было в начале 2015 года. На якобы собраниях, которые проходили у данного объединения, был решен вопрос о том, что СМД хочет принять себе на баланс Дом Руссова. Это было в феврале 2015 года. Ввиду того, что Одесский городской совет не передавал и не собирался передавать Дом Руссова на баланс данному объединению, объединение осенью 2015 года предъявило иск к Одесскому городскому совету с требованием обязать Одесский городской совет передать Дом Руссова на баланс объединению сособственников многоквартирного дома. Получив такой иск, ознакомившись с ним, Одесский городской совет со своей стороны предъявил свой иск, не в рамках этого производства, а отдельный иск о прекращении данного юридического лица, признания фиктивным его создание. Это если простым языком. И фактически два этих иска, иск предъявленный СМД и иск предъявленный городским советом, они рассматривались в принципе параллельно. Если говорим о первом иске, который предъявило СМД к Одесскому городскому совету, то в удовлетворении данного иска было отказано во всех трех инстанциях, во всех трех. То есть на сегодняшний день есть решение суда, касационной инстанции, Верховного суда, которым отказано СМД в передаче на баланс дома от горсовета Дом Руссова. Вот и прошу это зафиксировать, как хотите, указывайте в средствах массовой информации, только не перекручивайте, пожалуйста, данные. Никакого решения суда о том, что Дом Руссова вдруг передается на баланс СМД, его нет, никогда не было, не существует. Что касается решения Верховного суда, которое мы получили недавно, точнее мы его еще не получили, мы увидели информацию об этом в реестре, то иск Одесского городского совета о признании недействительным решение о создании СМД, о признании недействительной самой регистрации СМД был удовлетворен сначала в первой, потом во второй инстанции. Когда мы получили решение суда, вступившее в законную силу, это был конец 2017 года, да. В начале 2018 года мы исполнили это решение суда, мы прекратили деятельность юридического лица, ОСМД, Реставратор 21, мы исключили из Единого государственного реестра юридических лиц, это юридическое лицо, его сегодня не существует. Вместе с тем была подана касация, данным СМД была подана касация Верховный суд. И весной этого года состоялось первое заседание, оно проводилось в режиме видеоконференции в здании Хозяйственного суда Одесской области, в котором принимал участие представитель Одесского городского совета. И Верховным судом решался вообще вопрос о том, а подсудно ли данное дело хозяйственному суду, или же надо это рассматривать в порядке административного судопроизводства. Ввиду сложности такого вопроса для Верховного суда, Верховный суд решил передать рассмотрение данного дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. И вот Большая палата Верховного суда принимает решение, которым отменяет два предыдущих решения суда первой и второй инстанции и принимает новые решения. Если мы зайдем сейчас в открытый доступ Единый государственный регистр судебных решений, оно звучит так, в виске Одесского городского совета отказать и отменить предыдущие два решения. Почему такое решение принял суд? Мы не знаем, потому что суд не опубликовал полный текст решения. То есть сегодня нет мотивировки суда. Почему суд отказал Одесскому городскому совету в признании фиктивным создание СМД? Потому что в своем иске мы указывали о том, что Одесский городской совет является собственником квартир тех людей, которые в свое время были отселены, собственником нежилых помещений, в частности, первого этажа. Одесский городской совет не приглашали на соответствующее собрание создания СМД. Соответственно, мы считали, что права Одесского городского совета нарушена. Это первое. И второе основание для иска заключалось в том, что здание является аварийным, и не просто аварийным. Там реально физически не было квартир, все это видели. Если нет физических квартир, соответственно, как можно создавать объединение сособственников многоквартирного жилого дома? Если жилого дома как такового физически нет, более того, он признан аварийным. И с этими доводами соглашались в свое время суды первой и второй инстанции. Поэтому, когда мы получим полный текст решения, мы будем понимать, чем мотивировал Верховный суд свое решение. Безусловно, мы с ними не согласны. Мы будем совещаться, когда получим полный текст решения, на предмет правовой защиты интересов территориальной громады. И будем рассматривать все возможные варианты в рамках уже того анализа, который мы проведем. Что касается реставрационных работ, они проводятся на данном объекте, потому что он включен в программу. И в эту программу, как вы знаете, включены и другие объекты, расположенные в исторической части города. Независимо от того, кому принадлежат помещения в этих домах, проводятся реставрационные работы, исходя из того, что это памятники архитектуры местного значения. Но мы также рассматриваем вопрос о том, что, учитывая ситуацию по дому Русова, работы, которые там проводятся, на сегодняшний день пока это работа, это внешний фасад, это укрепление фундамента, это крыша. Но если планировать также проведение внутренних работ, то как вариант мы рассматриваем возможность предъявления иска о взыскании данных сумм с тех собственников квартир, которые еще пока числятся в реестре. Также хочу отметить, что мы обращались с письмом в Одесскую областную государственную администрацию с вопросом о прекращении права собственности этих лиц на несуществующие квартиры. К сожалению, мы получили отказ от областной администрации, суть которого, если кратко, как вы говорите, заключается в том, что ваши проблемы, сами разбирайтесь. Мы, безусловно, будем думать, как с этим разбираться, исходя из того законодательства, которое существует. Оно, к сожалению, ограничивает нас в тех действиях, которые бы мы хотели сделать. Выкупать, как я считаю и считала раньше, нечего, потому что квартиры физически не существуют. И сегодня существует фасад, который восстанавливается за счет города, как памятника местного значения. В отношении дальнейших действий мы вас будем информировать.